Ага, все, я понял. Повышаем эффективность руководителя. Учимся тыкать кнопки. Ладно, всем привет, очень рад всех видеть. У меня сегодня неожиданная, необычная такая ситуация. Буквально в 14.52 мне Александр, один из организаторов этого мероприятия, звонит и говорит, Константин, вы уже на площадке? Я говорю, нет. Он говорит, ну вы уже в здании? Я говорю, нет. Он говорит, а почему? Я говорю, а почему я должен быть здесь? Он говорит, ну у вас выступление через три минуты? Я говорю, да. А я дома с ребенком. Я говорю, хорошо, а я разве не завтра выступаю? В общем, в моей жизни впервые такое произошло, что я перепутал дни. И я чуть было сюда не опоздал на сутки. В общем, я приехал. И сегодня я буду говорить о личной эффективности руководителя. Забавно. Ну это специальная такая зарисовка. Знаете, ведь говорят, да учат обычно те, которые сами ничего не знают. Вот, видимо, я в данной ситуации оказался в похожем положении. Но давайте все-таки поговорим немножко. Немножко о себе. Я предприниматель, занимаюсь бизнесом уже на протяжении многих лет. Начал бизнесом заниматься с прошлого века. Еще будучи студентом я что-то делал. Свой первый бизнес у меня был. Официальное ЧП я открыл еще, господи, мне было, наверное, лет 19, наверное, или 20. В общем, когда-то давно это было. И сейчас у меня несколько бизнесов, несколько проектов веду. И по поводу личной эффективности, если кому-то обращаться, то только ко мне. Сейчас объясню, почему. Тезисы, которые сегодня хочу вам озвучить, следующие. Кстати, здесь будут три тезиса всего во всей моей презентации. Это все мои цитаты. Я сам лично сидел и думал, придумал. Так что нужно взять кавычки и записать. Чтобы бизнес развивался, необходимо прекратить делать лишние телодвижения и сконцентрироваться на важном. И я считаю, что это ключевой момент. Дело в том, что очень часто руководители концентрируются совершенно на неважных вещах. Они залазят в работу своих сотрудников, они что-то там пытаются сделать вместо них, что-то там, так далее, так далее, так далее. Рутиной какой-то занимаются. Ну, рутиной может быть и хорошо заниматься, но я имею в виду, что не теми делами, которые необходимо делать руководителю. Поднимите, пожалуйста, руки, кто здесь предприниматель. Есть такие? Отлично. Поднимите руки, кто из вас троечником был. Те же самые. Я вас поздравляю. Это подтверждение моей теории. Почему? Что троечники – это те ребята, которых никуда на работу не берут. Им бизнес нужно открывать, а, соответственно, семью кормить нужно. И троечнику нужно каким-то образом себя реализовывать. Поэтому… Кстати, отличники, поднимите руку. Есть отличники? А теперь поднимите руку, кто предприниматель из вас. Видите? Это уникумы. То есть это таких единицы. Скорее всего… А можно вас спросить, у вас бизнес какой? Вы ближе всех? Вы отличница? И у вас… Нет, 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 вот девушка. Да. Да, какой бизнес? С чем связанных? С морской водой. Круто. Я думал консультант. Я думал консультант. Ну, обычно консультанты. То есть отличники, если бизнесом занимаются, они становятся консультантами. Но я троечник, хотя и консультант. Так вот, смотрите, чтобы бизнес развивался, необходимо прекратить делать лишние движения и сконцентрироваться на важном. Почему это нужно? Вот если мы посмотрим на эту картинку, то мы увидим один такой довольно-таки спортивный скоростной автомобиль, а другой – это типичная картина. Вот там лежит, короче, ноги торчат у парня. Это предприниматель. Ну, обычно в бизнесе вот так предприниматель выглядит. Вот так вот он хочет, чтобы все выглядело. Да, вот так красненькая машинка. А выглядит все вот так, как внизу. Потому кто согласен с этим? Вот кого отклик находит в душе. Ну, да, да, отлично. И когда мы начинаем бизнес, мы думаем, сейчас мы построим красивый бизнес, вот он будет как скоростной какой-то болид, у нас все будет круто, там все шикарно в автомобиле, экстерьер, интерьер, все классно. Будет скорость огромная. Но когда мы начинаем бизнес строить, почему-то мы из-под автомобиля не вылазим. И там какая-то соляра течет, или бензин, или масло, или все разваливается, и черти что происходит. И автомобиль едет с какой-то непонятной скоростью, такое ощущение, что быстрее сам может добежать. И поэтому иногда отодвигаешь сотрудников, для кого это реально сейчас спрошу, отодвигаешь сотрудников и говоришь, слушай, постой здесь, да я сам сделаю, это быстрее будет. Вот кто из вас говорит, я сам сделаю, так будет быстрее. Есть такие? Отлично, я вас поздравляю. Вот, это вы, вот там вот сидите. Лежите точнее. А знаете, где сотрудники в этот момент? Они вокруг все стоят и смотрят, такие, да, да, шеф, это круто, ты вообще классно, ты делаешь. Мне почему-то вспомнился анекдот, совершенно неприличный в данном случае, наверное, но раз уж вспомнился, я расскажу. Сантехник, канализационный люк, сидит рядом парень молодой, школьник, наверное, да, рядом сумка с ключами, сидит, смотрит, минуту сидел смотрел, через минуту оттуда вылазит весь какой-то коричневый грязный жижит мужик, руку протягивает, говорит, ключ на 17. Тот ему дает ключ, он брык опять туда, занырнул, еще через минуту выныривает, все, вылазит, отряхивается, говорит, учись, школьник, а то так и будешь всю жизнь ключи подавать. Вот это вот не смешной анекдот, ну, судя по реакции, да, характеризует или олицетворяет то, что часто происходит со многими из предпринимателей. То есть они сами пашут, 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 но ничего не происходит. Поэтому для того, чтобы произошло то, что вы хотели, чтобы ваш автомобиль был скоростным, чтобы он двигался очень быстро, вам необходимо отсекать все лишнее. А для того, чтобы отсечь все лишнее, вам необходимо понять, чего вы хотите. Прямо сейчас, если у вас есть карандаш, ручка, блокнотик, напишите вашу цель, вот прямо сейчас, еще раз, только не философствуйте, не умничайте, просто скажите, напишите, что вы хотите в бизнесе. Вот коротко напишите просто, какой вы бизнес хотите. В общем, все, что вам в голову придет, напишите. Потому что если вы сейчас не напишите, скажете, я дома напишу, ни черта вы не напишите дома. Если вы скажете, я в голове это удержу, это неправда, в голове вы ничего не удержите. Потому что в голове у предпринимателя одна большая черная дыра. То есть что туда попадает, оно исчезает, как правило. Поэтому напишите, зачем вы строите бизнес, какая у вас цель. Просто пару слов. Не думайте, не философствуйте, это не урок какой-то. Я даже не буду спрашивать, кто приближается, кто не приближается. Но вот домашнее задание вам следующее. Вам нужно посмотреть, что помогает достижению в этой цели, а что отвлекает вас от этой цели. То есть вполне возможно есть что-то, что отвлекает вас. Теперь, что еще важно. Когда вы пишете цель для себя какую-то, для чего вы бизнес открыли, посмотрите какую-то технологическую цепочку достижения этой цели, накидайте ее. Просто посмотрите, что вам необходимо делать, какие важные шаги нужно сделать для того, чтобы эта цель реализовалась в жизни. Потому что бизнес – это технология. То есть любой бизнес, очень важно сделать технологию. Пока он не является технологичным, это вот как этот парень под машиной лежит. У меня сын сейчас, ему 9 лет, он очень увлеченно смотрит на YouTube ребят, которые собирают ламборджини. То есть они снимают видео и выкладывают его в YouTube и собирают ламборджини. Это происходит уже несколько месяцев, они там собирают его. Даже когда они его соберут, скажите, насколько вот эта ламборджини, которую они создали, будет хотя бы сопоставима с тем ламборджини, который сойдет с конвейера? Но лучше она будет, хуже? Очевидно, что хуже. То есть она будет хуже. Они убьют на это кучу времени. Зато они клево сделают ролики на YouTube, у них рейтинги поднимутся. То есть они там будут, лайков много и так далее. В общем, все здорово, но ламборджини будет так себе. Так вот, многие люди на самом деле пытаются сделать ламборджини своими руками. Почему? То есть это кустарное производство, это не бизнес, это какая-то развлекуха. Для того, чтобы бизнес был действительно мощным и сильным, он должен быть технологичным, у вас должна быть система, чтобы этот бизнес работал. Вам нужно прописать его, отсеять все лишнее, выбросить все к чертям и только сконцентрироваться на важном. Теперь, как сконцентрироваться на важном? Для кого я говорю очевидные вещи, понятные? То есть я думаю, вы и так это… Есть такое, да? Хорошо. Теперь, как сконцентрироваться на самом важном? Что необходимо сделать, чтобы вы делали только самое важное? Кстати, что для вас самое важное? Давайте на вскидку. Кто скажет? Для вас, для предпринимателей, что важно? Управление кем-то, да? То есть своими сотрудниками, управление. Хорошо. Что еще важно? Что? Прозрачность чего? Чтобы деньги были. Что еще? Прибыль, очевидно, да? Ресурсы, чтобы были. Что еще? Результат. Чтобы был какой-то результат. Но для этого нужно понять, какой ты хочешь результат. И вот смотрите, теперь, как вы думаете, а результат руководителя, кстати, вы хорошую вещь сказали. Результат руководителя. Вот у вас есть куча сотрудников, которые что-то делают, и они производят какой-то результат. А вы всем этим безобразием руководите. Так вот, результат ваш, как управленца, как руководителя, как вы думаете, какой? Что является показателем, что вы хорошо справляетесь с работой? Какой показатель говорит о том, что вы классный руководитель? Скажите мне. Прибыль. Еще что? Мало вмешивается процесс. Еще что? Довольные клиенты. Еще что? Рост без участия. Ладно, я вам скажу так, философски. То есть продуктом организационной деятельности является свобода. Вот если вы свободны, если вы не погружены в процесс, в цикл вот этих процессов, значит вы, как руководитель, делаете что-то правильно. Если же вы погружены в процессы, вы, как руководитель, ни черта не стоите. То есть вы просто, может быть, становитесь хорошим сотрудником. И я говорю своим клиентам обычно, что не дай тебе бог стать самым умным в своей компании. Потому что как только ты станешь самым умным в своей компании, ты будешь работать за всех остальных. Все остальные будут смотреть на тебя и думать, о, шеф, как ты классно сделал. И они даже не будут приступать к работе, потому что они думают, если я сейчас буду делать вот эту розетку, буду разбирать, собирать, ну, наверное, я сделаю что-то не так. Позову-ка я лучше шефа, пусть он сделает. Он зовет шефа, шеф гордый, подходит, ремонтирует все. Говорит, смотри, учись студент. Он очень крутой, он самый умный, только он самый загруженный, самый нервный, самый седой или самый лысый. Это уж как получится. И живет недолго. Ну, как-то так происходит. Поэтому главным, ключевым моментом вашей свободы, чтобы добиться вот этой красненького автомобиля или вылезти вот из этого странного создания под названием бизнес для многих людей, вам необходимо туда загнать своих сотрудников, а самому наблюдать. И самый ключевой момент в работе управленцев, в работе руководителя, это не делать работу самому, а делать так, чтобы ваши сотрудники выполняли работу. Поэтому вам домашнее задание раз в месяц, прямо сейчас можете задать на связи себе, напишите ДЗ. Домашнее задание. Просто Дмитрий выступал, я школу вспомнил. ДЗ, помните? Писали все домашнее задание, потом никто не делал. Так вот, домашнее задание. Вам нужно проанализировать всю свою работу, которую вы выполняете в течение дня, там, сегодня, завтра, ну, неделю хотя бы посмотрите на то, чем вы занимаетесь. Составить полный перечень, полный список всех дел, которые вы за это время сделали. Поставить плюсики возле тех дел, которые вам нравится делать и которые приближают вас к той цели, которую вы уже написали. Поставить минусики возле всех других дел. И как вы думаете, что нужно сделать после этого? Позвать сотрудников и отдать им это. Вызывайте к себе сотрудника и говорите, слушай, друг, это теперь твоя работа. Иди работай. И я не шучу, это нужно делать хотя бы раз в месяц. Потому что если вы этого не делаете, ваши сотрудники свешивают на вас свою работу. И вы работаете за них. Но вы тогда и получаете зарплату должны за них. Но вы работаете за них, знаете, для чего? Чтобы заплатить зарплату сотрудникам. Вы же взяли на себя ответственность за их семьи, за этих людей. То есть вы должны их обеспечивать каким-то образом. Вы же не просто так. Вот правду говорю. Подтверждение было. Ладно. У кого есть согласие с тем, что я сейчас сказал? Есть такое? Хорошо. Теперь еще один важный момент. Когда вы работаете с сотрудниками. Я пытаюсь несколько каких-то идей вам дать за то короткое время, которое мне предоставили. Нормально так, да? То есть нормальными идеями какими? Хорошо. Так вот, вторая идея, которую я хотел бы вам дать. Когда к вам приходит сотрудник с какой-то проблемой. Знаете, что нужно делать? Он приходит с проблемой и говорит, шеф, проблема. Что нужно сделать? Дать ему время подумать, да? Хорошо, дать ему время подумать. Так. Более правильно было бы, чтобы он вообще не приходил. Была проблема, он ее решил и даже не приходил. Вот это вообще идеальный вариант. Но тогда даже ему похвастаться не перед кем. Ладно, еще какие идеи были? Ну да, выслушать его. Кстати, многие предприниматели являются такими психологами штатными. То есть они выслушают его, понимают, что сотрудники ни черта сделать не могут. Сплакнут вместе с ним. И пойдут, короче, делать сами работу. Мне 10 минут показали просто. 10 минут прошло или 10 минут осталось? Осталось 10 минут. А у меня еще два слайда. Прикиньте, мы не успеем. Я это еще про один рассказываю. Так вот, смотрите. Важный момент, что необходимо сделать. Никогда не позволяйте своим сотрудникам приносить вам проблемы. Никогда. Вот он приходит и говорит, у меня есть проблема. Вы говорите, выйди из кабинета и приди с решением. Сколько решений он должен вам принести? 5 решений. Еще какие варианты? 10 решений. Еще какие варианты? 2. 2. 1. 1. Правильно. 5 баллов. Он должен принести вам одно решение. Он может сказать, что есть 5 решений или 3 решения. Можно сделать так, можно сделать так, можно сделать так, можно сделать так, можно сделать так. Но, шеф, я рекомендую сделать так. Вот когда он приносит вам одно решение, это хороший сотрудник. Когда человек приносит вам 3 решения, это знаете, это в умных книжках по управлению пишет. Сотрудник должен вам принести 3 решения. Это чушь полная, которую пишут люди, которые никогда бизнесом не занимались, не управляли людьми. Они пишут книги о том, как управлять людьми. Но если человек вам приносит 3 решения, значит, кто должен принять решение окончательно? Опять вы. И вы сидите и думаете, черт возьми, я теперь должен погрузиться в эту проблему и решить ее заново? Нет. То есть говорите, слушай, друг, я даже в это погружаться не хочу. От тебя одно решение. Какое решение ты выбираешь? И полная ответственность за принятие решения на тебе. Вот тогда твой сотрудник начнет что-то думать, начнет шевелиться, начнет выполнять какую-то работу, относящуюся к его деятельности. Поэтому никогда, никогда, никогда не принимайте от своих сотрудников проблемы. Есть проблема в сад. Приходишь ко мне только с решением. Вы знаете, первый день, может быть, вам будет трудно. Потом вам полегчает. Жизнь наладится. Кому эта идея кажется более-менее здравой? Есть такие? Отлично. Пользуйтесь. Следующий момент. Следующая моя цитата. Я обещал вам три цитаты, одну прочитал. Каждый способен заработать миллион долларов или евро, или рублей, или, не знаю, йен, что хотите сюда поставьте. Каждый способен заработать миллион. Кстати, я даже хочу перефразировать эту цитату. Каждый способен заработать свой миллион. Вопрос в том, с какой скоростью вы его заработаете. Философски-то глубоко. Ну, мне показалось. Так вот, смотрите. Каждый из нас с вами зарабатывал свой миллион. Или заработал уже, или кто-то в процессе, и так далее. Или доллар, неважно. Кто из вас зарабатывал в своей жизни хотя бы один доллар? Хотя вообще не патриотично про доллар. Короче, я это вычеркну. Кто зарабатывал хотя бы 100 рублей в своей жизни? Отлично. Теперь для того, чтобы получился миллион рублей, или 10 миллионов, или 100 миллионов рублей, что необходимо делать? То есть, если человек научился зарабатывать один раз какую-то денежку, все, что необходимо, это продолжать зарабатывать. Просто увеличилась скорость зарабатывания. Дело в том, что один человек зарабатывает миллион за один год, другой человек зарабатывает миллион за 50 лет, третий человек зарабатывает за месяц, четвертый человек зарабатывает за один день. То есть, все, что здесь разница какая, это скорость. Каждый человек зарабатывает свой миллион. И уже многие заработали. Другой вопрос. Сколько времени вы тратите на то, чтобы заработать свой миллион? И теперь, почему один человек зарабатывает за один день миллион, а другой человек зарабатывает за 10 лет этот миллион? Почему? Потому что человек, который зарабатывает его за день, он концентрируется на важном. И все, что остальное остается, второстепенное, он отдает и делегирует, в том числе и школьникам. Сейчас, не шутка, кстати. Сегодня сотрудница ко мне пришла, она, правда, студентка. Ну, отлично, пусть приходит, работает. На два часа в день приходит работать бесплатно. Ой, я, наверное, зря... Не, ну, в смысле, мы с ней рассчитаемся полюбовно? Но она хочет работать, она хочет получить практику, какой-то опыт и так далее. Пусть работает, отлично. Вырастет хорошего сотрудника, возможно. Может, не вырастет, может, вырастет, не знаю. Ну, то есть делегируйте, отдавайте другим людям ту работу, которая не приближает вас к вашему миллиону или миллиарду, не знаю, что хотите, напишите. Принято? Ок. Кому кажется, более-менее здравая эта идея? Отлично, идем дальше. А это, кстати, иллюстрация к этой цитате. Ну, все люди с разной скоростью зарабатывают свой миллион. Вот эта картинка показывает, да? Понятно? Ну, довольно-таки все быстро зарабатывают. И синхронно как-то так. Ладно, идем дальше. Следующее. Чтобы развить скорость, необходимо убрать все лишнее. Проблема в том, что жизнь состоит не только из зарабатывания денег. Есть еще множество сфер жизни, которые неимоверно важны. Необходимо соблюдать баланс между ними. Вот эти сферы жизни. Мне показалась просто чумовая картинка. Какие здесь сферы жизни? Сам человек, его семья, его дети, его будущее. И это все важно. Поэтому, когда мы работаем, когда мы находимся на работе, вот эти 8 часов рабочего дня, очень важно, чтобы вы занимались работой. Каждый из нас. То есть убираем все лишнее и приближаемся к своей цели. Мы делаем только то, что необходимо. 8 часов рабочего дня. Но остальное время в сутках мы должны распределить таким образом, чтобы это не отвлекало нас на что-то другое. То есть если вы с ребенком играете, вы с ребенком играете. Если вы с женой играете, вы с женой играете. Если вы в футбол играете, вы в футбол играете. Но нужно сконцентрироваться, потому что закон эффективности звучит следующим образом. Делать то, что ты делаешь, тогда, когда ты это делаешь. Как обычно большинство людей поступает? На работе они думают о чем? Об отдыхе. А на отдыхе? О работе, да? Есть такой анекдот. Тоже какой-то не очень, наверное, приличный. Но суть в нем такая. Мужчина, женщина сексом занимается муж с женой. Она такая лежит, смотрит на потолок и говорит, ты знаешь, дорогой, я вот думаю, не пора ли нам сделать ремонт? Вот этот вот еще один не смешной анекдот характеризует, описывает жизнь очень многих людей. Потому что люди в тот момент, когда делают какую-то работу, думают совершенно о другой работе. О какой-то другой деятельности. То есть если у вас есть 8 часов рабочего времени, тратьте эти 8 часов на работу. Но чью работу? Свою или своих сотрудников? Вы должны эти 8 часов заставлять своих сотрудников работать, выкладываться и произвести колоссальный результат. Почему важно добиваться того, чтобы сотрудники выполняли работу, а не вы? Кроме того, что они будут развиваться, расти и становиться профессиональными. Кстати, по этому поводу у меня есть ролик на YouTube. Если кому интересно, можете зайти, посмотреть. Называется, по-моему, «Два шага к повышению эффективности бизнеса». Наберете Константин Малышев, «Два шага к повышению эффективности бизнеса». И, кстати, еще ролик очень хороший, ну, с моей точки зрения, это функции собственника бизнеса. Вообще посмотрите, чем должен заниматься собственник бизнеса. Там рассказываю. Так вот. О чем это я? Ладно, проехали. То есть ваша задача 8 часов заставлять сотрудников работать, не самому работать. Не самому работать. Я думаю, что вы за свою жизнь уже столько упахались, что пора отдохнуть. И когда ваши сотрудники работают, почему важно, чтобы сотрудники работали? Когда сотрудник выполняет свою работу, кроме того, что он получит вознаграждение финансовое и так далее, он получит еще моральное удовлетворение за то, что он смог справиться с каким-то проектом. Когда вы влазите в работу своих сотрудников, вы у них, знаете, что делаете? Вы у них счастье отбираете. Вы понимаете, что когда человек сделал какую-то трудную задачу, сложный какой-то проект, да и вообще какую-то работу, он выполнил эту работу, он испытывал за нее гордость и некое счастье. Вы согласны с этим? Так вот, вы у своих сотрудников счастье отбираете, когда забираете у них работу. Сделайте своих сотрудников счастливыми. Дайте им как можно больше работы, пусть они ее выполняют. И хвалите их за эту работу. Но не самому. Не нужно становиться царем горы в своей компании. Потому что если вы самый умный в своей компании, то если проследить вообще логически, то кто в вашей компании работает? Вы понимаете, что если в вашей компании каждый сотрудник будет нанимать себе в команду все менее и менее умных, чем он сам, то в конце концов компания превратится не в то, что хотелось бы. Поэтому единственное решение, чтобы стать эффективным, чтобы личная эффективность руководителя просто зашкаливала, это нанимать людей, которые круче, чем ты сам. Это единственный способ. Хочу вам порекомендовать хороший учебный фильм по этому поводу. Как нанимать людей, которые круче, чем вы сами. Название не помню. Мультик это. В пустыне из реки высохла вода, куда-то делась вода, и все животные собрались и пошли искать эту воду. И они шли по руслу реки. И огромное стадо, табун, там всякие звери какие-то, огромные, слоны, большие. И вот они идут, за ними много пыли и так далее. И на встрече, и перед ними стоит петух. И говорит, вы что, куда собрались? Он говорит, мы воду ищем. Он говорит, а кто у вас главный? Они такие, все, ну не знаю. Он запрыгивает на шею к слону и говорит, я главный, идем туда. И все такие, о, круто, у нас теперь появился лидер. И все пошли туда же, куда и шли. То есть нужно возглавить какое-то движение. И у вас уже есть движение, это ваша компания. Но я бьюсь об заклад, что у некоторых здесь присутствующих это движение совершенно бесконтрольное. То есть это хаотичное движение. Вам необходимо это движение выровнять, выстроить и направить в одно какое-то определенное русло. И все сотрудники должны по этому руслу идти вместе с вами. А вы впереди на белом коне, как завещал Чапаев. То есть вы должны двигаться впереди, показывать им собственным примером. Но не пахать, не тащить, не работать за них, а просто помогать им. И вот на этой позитивной ноте… Сейчас я посмотрю, может, я еще какую-нибудь картинку сделал. Нет, картинку не сделал. Ну все, значит. Время у меня закончилось. 30 минут. Давайте скажем спасибо всем присутствующим. Спасибо. Да. Ну и вопросы, наверное. Да, вопросы к Константину. У кого какие есть. Третья мудрость какая? Третья мудрость. Сохраняйте баланс между всеми сферами вашей жизни. Ок? Ладно, еще что? Есть еще вопросы? Еще вопросы? Вопросов, как я вижу, нету. Все загрустили. Вопросов нет? Ну хорошо, если вопросов нет, тогда… Ну всем желаю успехов, всем желаю процветания, всем желаю сильной команды. Спасибо. Спасибо.